Как определить свой социальный статус в системе ОСМС с 2020 года для получения медицинской помощи в системе ОСМС. Уплату взносов необходимо будет производить индивидуальным предпринимателям, нотариусам, работникам за себя и другим категориям занятого трудом населения. Размер взносов будет зависеть от статуса плательщиков. По информации столичного филиала фонда медстрахования, на сегодняшний день уплату отчислений за ОСМС производят только работодатели за своих работников ежемесячно в размере 1,5% от фонда заработной платы. Для того, чтобы каждый казахстанец стал участником системы ОСМС и получал медицинскую помощь в рамках ОСМС. Необходимо определить свой социальный статус. Без определения статуса медицинская помощь в рамках ОСМС станет недоступной. Существует несколько способов определения социального статуса. Во-первых, если человек работает неофициально, то ему необходимо заключить трудовой договор с работодателем. Во-вторых, если человек занимается какой-либо предпринимательской деятельностью, которая приносит определенный доход, то надо зарегистрироваться в налоговых органах. В случае, если человек является безработным, надо зарегистрироваться в Центре занятости населения по месту проживания в качестве безработного, где ему будет оказано содействие в трудоустройстве или же профессиональной переподготовке. Лица, зарегистрированные в качестве безработных, относятся к льготной категории граждан. Таким образом, они будут иметь право на получение медицинской страховки от государства. Проверить свой социальный статус в рамках О. С. М. С. Можно на сайте электронного правительства ЯГОВ.КЗ. Для этого в разделе «Сервисы проверки» найди. Найти сервис, проверить социальный статус, вынести свой ИИН и отправить запрос на обработку. Ответ на запрос вы получите незамедлительно. Услугу можно получить при наличии электронной цифровой подписи и регистрации на электронном портале. Напомним, в Казахстане поэтапно внедряется система обязательного социального медицинского страхования. Пакет услуг О. С. М. С. Будет доступен для населения с 2020 года. До этого времени НАО Фонд социального медицинского страхования является финансовым оператором по оплате медицинских услуг, оказываемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи. На этом у нас все. Кому понравилось ставим лайк. Подписываемся на канал. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok